Привет всем любителям Сидмейр Сивилизейшн 6, вы слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет, и Фераксис вчера выпустила ещё трёх лидеров из дополнения Лидер Пасс. Один редизайн и два абсолютно новых. Фишка их в том, что они все китайские лидеры. Дальше подробнее поехали. Сначала редизайн Цинши Хуанди. Был небесный мандат, а этот называется Объединитель. Его способность 36 стратагем позволяет юнитам ближнего боя с помощью действия Обратить Варваров, вот это самое и делать, обращать варваров в соседних клетках, но при этом сам юнит поглощается. Ну то есть идея в том, что вы вбрасываете юнит, во-первых, вопрос, почему только ближнего боя? Ну ладно, только юнита ближнего боя куда-нибудь в гущу варваров, они его атакуют и одним ходом можно, значит, получается аж до шести варваров обратить. Во-первых, довольно редко вы так много варваров увидите, а во-вторых, по-хорошему, это работает только в первой половине игры. Потом варвары просто отстают по развитию, да и не будет их особо на карте. Новый китайский лидер У Цзэ Тянь, это, кстати, по-моему, и лидер Китая в пятой циве, имеет способность искусства оболгать невиновного. После открытия цивико-оборонительная тактика У Цзэ Тянь получает бесплатного шпиона и дополнительный слот шпиона в игре, то есть у него просто может быть больше шпионов, чем у любой другой цивилизации. Или, подождите, или у Франции там тоже есть дополнительный. При выполнении операций против вражеских цивилизаций уровень всех шпионов увеличивается на единицу, ну то бишь шанс благополучного исхода для Китая выше, чем для остальных. И, наконец, за каждую успешную шпионскую операцию Китай под управлением У Цзэ Тянь получает культуру и науку в количестве 50% от произведенных указанным городом заход. Ну, то бишь тем городом, где, собственно, шпион провел операцию. Вот это уже мощно. Тут бы я сравнил со способностью лидера Франции Екатерина Медича и Черная Королеву, который тоже бесплатный шпион, дополнительный слот, но там шпионы начинают с повышением сразу, что, по-моему, круче, потому что это и на один уровень выше, так вы еще и повышение можете выбрать. И сама цивилизация имеет плюс один уровень дипломатической видимости, то бишь больше слухов и сила юнитов против цивилизации плюс три. Так что, наверное, У Цзэ Тянь в чем-то равна Екатерине Медичи Черной Королеве. И, наконец, третий лидер, Юн Лэ, у него способность называется Лидзя. Так читается, знаете, как поля нитя. Я что, поля нитя не могу произнести, что лидзя вот это? Я, кстати, не смог найти, что это лидзя вообще обозначает. Ни в каких статьях про Юн Лэ, ни на каких языках я реально это слово не нашел. Так что, если у нас есть китаисты, не могли бы вы в комментариях меня просветить. Что же эта способность дает? Все города получают доступ к уникальным проектам, которые позволяют обратить 50% производства в еду и веру и 100% производства в деньги. Кроме того, города с населением 10 и больше жителей получают два золота, одну науку и одну культуру в ход за каждого жителя. Интересная способность. Ну, конвертировать производство в еду мне кажется странным, а вот в веру вполне себе. Так как это доступно прямо с самого старта, то получается Юн Лэ по-любому, без вариантов, первый может взять пантеон и выбрать тот пантеон, который ему нужен. Ну, а пассивная способность два золота науку и культуру в ход за жителя после 10 населения очень приятно. Любая вообще пассивная способность, которая работает без того, чтобы вам надо было что-то делать, это всегда приятно. То есть, получается, у вас, например, 5 городов по 10 жителей, и они в ход дают 100 деньги, 50 науки, 50 культуры? Ну, звучит, по-моему, очень круто. Надо проверять в игре. Может быть, каждый житель свыше 10 будет давать? Тогда это уже не так круто. А если каждый житель, то вообще. Традиционно в моей вкладке сообщества я провожу голосование на то, за какого из новых лидеров сыграть партию на божестве. Проголосуйте, пожалуйста. Ну, и ваши впечатления от новых лидеров, пожалуйста, оставляйте в комментариях. На это все. Играйте в умные игры. Слава Украине и живе Беларусь. Всем пока. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров «Жевжиков Патрициев», а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку.